Всем привет! В сентябре вышел третий сезон полового воспитания. Персонажи этого сериала повергли меня в восторг своей внешностью, поэтому представляю вам целую серию видео, которая будет посвящена рисованию всех персонажей из этого шоу. Я думаю, что в среднем в одно видео будет помещаться примерно три персонажа, так что чувствую, что эта серия видео может затянуться на целый год. Первый герой, которого я нарисую, как вы могли уже догадаться, это Лили. В этот раз я буду рисовать в скетчбуке преимущественно акварелью, но дальше рисунки будут выполнены в разных техниках. Мне самой очень интересно посмотреть на прогресс рисования и сравнить свои умения сейчас и через определенное количество времени. Я думаю, то что рисую так много портретов, прогресс будет определенно виден. А еще я думаю, что не все рисунки будут получаться, так как иногда мне хочется выходить из своей зоны комфорта и попробовать что-то новое. И чаще всего такие попытки заканчиваются не особо успешно. На этом моменте остановлюсь, чтобы рассказать вам про курс цифровой рисунок от школы компьютерной графики ArtCraft. Всего за два месяца возможно научиться рисовать в фотошопе или Procreate и создать свои первые профессиональные работы, которые при желании смогут пополнить ваше арт-портфолио. Курс начинается с обязательных азов. Например, как правильно держать руку на планшете, и вам даже расскажут о академической базе. А курс заканчивается созданием яркого диплома проекта под руководством преподавателя. Преподаватели, кстати, оказывают максимальную поддержку и дают конструктивный фидбэк. Курс прошло уже более 2000 человек, которые теперь уверены в своих силах и развиваются в тех направлениях, которые им нравятся. Например, дизайн персонажей, иллюстрация книг, комиксы и даже графика для игр. По ссылке в описании можно пройти бесплатный пробный урок. Окрашивая кожу, я отталкиваюсь от новой техники, о которой я рассказала подробнее в своем последнем видео. Она заключается в том, что на коже видны чуть ли не все цвета радуги. До этого, рисуя портреты, я использовала же только бежевые, коричневые и красные цвета. Нарисовать настолько детальный портрет, как из прошлого видео, у меня на этот раз, к сожалению, не получится. Во-первых, этот портрет примерно в 5 или 6 раз меньше, а во-вторых, бумага в скетчбуке не выдержит настолько много аквареля. Блики на портрете я делаю не в самом конце, как до этого, а в самом начале. С этим мне помогает справиться маскирующий маркер. Если я правильно помню, то он на латексной основе. При высыхании поверх маркера можно свободно мазать красками, а в самом конце маркер можно убрать либо ластиком, либо отковырять его ногтем. От того, что я рисую летающие руки, головы и бюсты, я никогда не избавлюсь. Мне нравится это разглядывать как отдельный элемент композиции, а не одно целое с человеком. Волосы лилия нарисовала акрилом, так как я не хотела портить бумагу еще несколькими слоями аквареля. Вместо акрила, кстати, можно использовать гуашь. Гуашь с акварелью даже лучше сочетается. Я, правда, очень давно не рисовала гуашью, но если я правильно помню, то она может отпечататься на другой странице. Так что чисто для профилактики можете оставить соседнюю страницу пустой. Второй персонаж, которого я сегодня нарисую, это Руби. Как по мне, ее судьба в сериале сложилась очень не очень. Два сезона подряд нам демонстрировали ее как отрицательного персонажа, но в третьем ее личность открыли нам намного больше. У нее определенно один из самых классных стилей из всей их школы. На рисунке я изобразила на ней розовый топик и сережки в форме сердечек. Не знаю, правильно ли я помню, были ли у нее вообще такие сережки или нет, но под этот образ они, как по мне, очень хорошо подходят. Размышляя немножко о самом сериале, мне очень интересно, в какое время происходят все действия. Вроде как стиль ребят намекает на 90-е, но не используют смартфоны и компьютеры. Я считаю то, что это очень уникально сработано. Еще мне интересно, как город, в котором происходят действия, расположен. В одной части города холмы и лес, в другой трейлерный парк и в третий обычный жилой район. Надеюсь, что когда-нибудь я получу ответы на свои вопросы. Третий и последний персонаж на сегодня это мама Отис. Она супер красивая актриса. Думаю, это подметили уже все. Для начала я вырезала из газет и журналов буквы, чтобы получилась надпись. Я надеюсь, все поняли, что это обозначает. На этом и этой цитате третий сезон концентрировался достаточно много. Мне, в принципе, нравится концепция этого сериала. Рассказать историю подростков плюс половое просвещение. Насколько я знаю, в России с этим все обстоит очень плохо. Половое воспитание скорее приравнивают к развращению детей. Но при этом в России проживает около миллиона людей с ВИЧ-инфекцией, поэтому мне нечего добавить. Я нарисовала Джен побольше, чем Руби и Лили до этого. Пыталась выйти из зоны комфорта, как говорится. И, как я считаю, у меня это не особо получилось. В моей голове идея этого рисунка выглядела намного интереснее и красивее. Мне точно есть над чем поработать и к чему стремиться. Из всех трех работ, скорее всего, именно это удалось у меня меньше всего. Если вам нравятся концепции таких видео, то напишите об этом в комментариях. Также предложите, кого из персонажей я могла бы нарисовать следующими. Спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!